Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала АЛАУ программа РТН Подробности. И в ближайшие полчаса с вами в студии буду я, Валерия Зиновьева. В Кустанайской области увеличивается число участников проекта АШИК, позволяющего бизнесменам работать и в красной, и в желтой зоне по коронавирусам. К тому же АШИК дал возможность открыться боулингам и компьютерным клубам, которые больше года не могли приступить к работе, как другие бизнес-объекты. Однако у данной системы до сих пор много противников, особенно ее критикуют в социальных сетях. Вот об этом приложении, о его плюсах и минусах мы и поговорим сегодня в нашей студии. Геннадий Александрович Кукоба, заместитель директора по экономическим вопросам Палаты предпринимателей Кустанайской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну давайте для тех, кто не знает, что вообще такое приложение АШИК и для чего оно необходимо, по большому счету. Ну это, прежде всего, проект, позволяющий предпринимателям работать во время введения ограничений. Как вы уже сказали, что мы уже пережили прошлый год. Мы видели, когда закрывали на карантин, вводили локдаумы. И после того, как в августе пошло немного послабление, но большая часть развлекательных направлений, они остались также закрыты для бизнеса. В том числе и кинотеатры, вот я дополнить хотел это. И тогда был проработан вопрос, чтобы дать возможность работать, было предложение внедрить вот этот проект АШИК в действие. Это не наше новшество, это уже многие страны по этому пути пошли, особенно Юго-Восточной Азии, Сингапур, Малайзия и так далее. Мы тоже сделали пилот Алмата, Астана, Караганда, прошли все это. И вот сейчас успешно, уже после 26 апреля, во всех областях уже массово внедряется эта программа. Но если говорить совсем буквально, то это мобильное приложение. Совершенно верно. И в этом мобильном приложении есть 4 дифференциации по цвету, что особенно любят у нас комментаторы в социальных сетях общество цветовой дифференциации. Красный, желтый, синий и зеленый. Что каждый из этих цветов значит? Ну, начнем с красного. Красный означает, что человек сдал ПЦР-тест, и он положительный. То есть он инфекционный, болеет, лечится. Но есть бессимптомные, которые тоже тест показал, но он бессимптомный. Он сам не чувствует, может, но он может передавать. Есть желтый, это контактные, которые именно были в контакте с этими красными. Если по цвету мы уже говорим. Они обязаны тоже находиться в изоляции. Им запрещен доступ в общественные места для того, чтобы они вдруг, если инфицированы, чтобы они не могли передавать, заражать. Ну, и есть два цвета. Это зеленый, то есть сдали ПЦР-тест. А сейчас уже интегрирована система, которая вакцинирована, люди. Они тоже сейчас идут под зеленым цветом. И остается синий цвет. Это те люди, которые не обращались, не болеют. То есть, о которых конкретных сведений в системе нет. Сведений нет, да. То есть, они как бы считаются, что они здоровы. Ну, то есть, мы не имеем права их подозревать, да? Присумптом, что они виновности. Примерно так, да. А им тоже доступ практически во все. Ну, есть там по постановлению, конечно, где сдается ПЦР. Допустим, если вылетает гражданин за рубеж, он обязан сдать ПЦР-тест. Как любое техническое устройство, приложение и так далее, возникают иногда всевозможные проблемы и так далее и тому подобное. По ОШИКу были вопросы, что он нестабильно работает, не везде есть связь с интернетом. Насколько оправданы претензии людей именно в этом отношении? Ну, мы тоже, как технические исполнители, это чувствовали. Но это было, когда пошло массовое и пошла работа над доработкой этого приложения и так далее. Сначала отрабатывали кто на Android, кто на iPhone, потом уже дорабатывали сама система. Но сейчас практически проблем нет. Если мы, когда регистрируем какие-то есть проблемы, мы решаем с технической частью, в принципе, быстро. Вы уже упомянули о том, что мы не первая страна, которая пользуется подобной системой. Буквально, готовясь к программе, я посмотрела про те страны, которые пользуются какими-то аналогичными вещами. Допустим, для меня стало удивлением, что в Турции есть официальное приложение Министерства здравоохранения Турции, которое обязан человек скачать, и без него ты даже в такси не сядешь. Много ли стран, которые идут по этому пути, пытаясь дать доступ здоровому населению, как-то отделить его от тех, кто попадает в зону риска? Видите, у каждой страны, конечно, по-своему. Вы сами сказали это. Мы пошли, проанализировали разные страны, выбрали свой алгоритм действий. Это все обсуждалось на уровне республики. Насколько эффективно АШИК работает? Выявляются ли люди, которые с красным-желтым статусом куда-то пытаются попасть, поехать, пройти? Могу примеры привести. Допустим, мы чуть больше недели назад ввели в эту программу наш международный аэропорт. И буквально за шесть дней, когда она проработала, уже выявилось три красных и один желтый. Это значит, что человек с положительным ПЦР-тестом пытался попасть? Совершенно верно. Всегда возникает вот этот вопрос. Если человек сдавал ПЦР-тест, и он знает, что он у него положительный, но он все равно идет, допустим, в тот же аэропорт, хотя многие говорили о том, что была информация, что аэропорт будет у нас работать по АШИКу. И когда человек пытается пройти, проверяет этот QR-код, вот у меня возникает всегда вопрос. Ну, извините за непарламентскую лексику. Он дурак, что ли? Если он идет с положительным ПЦР-тестом, проходит через QR-код. Ну, я бы тоже сказал, у меня возникает вопрос, почему предприниматели все контролируют, проверяют и так далее. А население, вот как вы пример привели, они ответственности это не чувствуют и поэтому идут. И да, в этом же я хочу этим же примером подтвердить. Значит, по выгрузке показало три красных плюс один желтый, а вот я разговаривал с сотрудниками аэропорта, они подтверждают только два. То есть я делаю вывод, у меня такой вывод, что все-таки человек подошел, чекинился, и когда он высветился красным цветом, он все-таки повернулся и ушел. Потому что до этого АШИКа не было в аэропортах. Поэтому он на авось всегда у нас, я так думаю. Тут, возможно, у некоторых людей возникнет вопрос, что некорректно работает приложение, может, человек уже переболел и так далее, может, у него уже срок карантина истек и так далее. Насколько в этом отношении корректно работает приложение? Не засунут ли меня человека, ну, по сути дела, с зеленым статусом, с прививкой куда-нибудь в желтую или в красную зону, случайно? Ну, не знаю. Возможно, все у нас, я так думаю, что. Но здесь уже в каждом случае разбираются отдельно. Поэтому есть у нас КСЭК, это САН, ЭПИД, контроль. Они уже разбираются, база данных у них. И поэтому такого не будет, что если он высветился, ошибочное. Что делать, допустим, на том же объекте, если они видят, что у них человек с красным или желтым статусом, он пытается пройти куда-то, в какой алгоритм действия, как они поступают и что происходит с этим человеком? Значит, каждый предприниматель, который работает с этим приложением, ошибок, он должен сообщить органам КСЭК о эти данные. То есть он либо скидывает, а уже дальше органы санэпидемоконтроля уже разбираются с этими людьми. На первый раз идет предупреждение, а если вдруг повторно будет, тут уже вплоть до штрафа физического лица. Ну, то есть, получается, вот у меня высвечивается красный статус. Мне, допустим, охранник в аэропорту говорит, ну-ка, скажите, как вас зовут и так далее. Я говорю, Иван Иванович Иванов. И что со мной будет после этого? Ну, вообще, по положению тех, кто вошел в АШИК, они не должны пропускать, они должны всех чекинить, в первую очередь, но не должны пропускать с двумя статусами, с желтым и красным. Поэтому на МВК республики вице-премьером было дано задание проработать вопрос о возврате средств за билет. Ну и, в принципе, по логике так. Ну, а если человек не называет свои данные, допустим, вот... Ну, его не пропускают просто-минус. Не запускают на этот объект. Не запускают. А вы говорите, что, вот, допустим, ну, на объекте должны потом передать эти данные, ну, органы там. Ну, СЭС, как мы раньше это называли. Давайте, скажем так, вот опять я возвращаюсь к примеру аэропорта, да, этот... Два... Одного желтого и одного красного мы же не отследили, где он был. Значит, он все-таки зачекинился, но не пошел. Поэтому мы о них не знали. А когда делали выгрузку уже с системы, они там засветились. Все равно оно будет в доступе для работников к СЭК. Ну, скажем прямо, что приложение привязано к ЕИН, и оно персонализировано. Совершенно верно, да. Вот сегодня сколько объектов в Костанайской области подключились к этой системе АШИК? Ну, на утро было 450, и порядка 30-50 ежедневно где-то у нас в работе идет. Консультируем, разъясняем, где-то что-то не получается, помогаем. Приходят к нам, обращаются непосредственно на месте, оказываем эти услуги. Вообще, вот это использование этого приложения субъектами бизнеса, предпринимателями, оно обязательно или нет? Нет, это добровольно. А если человек не хочет, то может его... Совершенно верно, да. Но преимущества использования вот этого приложения для предпринимателя есть какие-то? Ну, есть, конечно. Видите, у нас вот на сегодняшний день 16-е постановление главного санитарного врача Костанайской области, по которым работают все. Но есть постановление 26-е, главного санитарного врача республики, где именно описывается АШИК, работа в АШИКе. Там уже расширяется сфера деятельности. Вот первое, если было 18 направлений, здесь уже 23. Там расписаны, как зарегистрироваться, как получить QR-код, как работать, как тех, кто не работает, как их будет удалять, деактивировать, так сказать. Все расписано там. И плюс еще в последнем постановлении, вот этом 26-м, это уже 3-е, расписано, значит, те, кто меньше 20-ти, прочекинился за 2 недели, или 0 у них, да, они деактивируются. Но прежде всего сначала проверяется причина. А те, которые есть так называемые лидеры, они еще дополнительно поощряются. То есть им дополнительно время для работы дается, и количество посетителей увеличивается. Вот буквально сегодня поступила информация от Палаты предпринимателей о том, что у нас в области уже есть несколько объектов, которые являются лидерами по использованию этого приложения. И вот в качестве поощрения, за то, что они так работают, им будет добавлено по 2 часа, я так понимаю, времени к работе, да, и увеличено количество посетителей. 10% количество посетителей. Что это за объекты такие лидеры прекрасные в нашей? Ну, тот же аэропорт, скажем. Они за 6 дней, за 6 дней, протекинили 2305. Но у них проходимость высокая вам, да, возразительно. Совершенно верно. Термопарк, большая проходимость, они тоже в лидерах. Потом у нас 2 кинотеатра с большой проходимостью. Там есть, значит, градация для именно областей. Есть 500 чекинов, есть 1000 чекинов. Ну, если откроете постановление, в самый последний лист, там как раз те отрасли, которые поощряются лидерах, тем добавляются вот эти функции. Ну, для тех, кто не понимает, что значит за чекиниться, что такое чекин, это, ну, по сути дела, зарегистрироваться. Своего рода, да, это мобильные приложения, открываешь это мобильные приложения и скачиваешь QR-код, он уже показывает автоматически. И здесь, ну, давайте сразу добавлю, что у нас был, значит, только ошиб, мобильные приложения, но на сегодняшний день вот все оно прорабатывается. Сейчас уже есть мобильные приложения ITU, через ЕГОВ можно зарегистрироваться. И два банка уже тоже вошли в эту, не вошли в программу, а вошли в мобильное приложение и сделали себе этот ошиб. Ну, я вот слышала о том, что хотела вас спросить поподробнее, что теперь ошиб – это не приложение, как бы, по большому счету, а функция, в том числе на ЕГОВе, да? Нет, оно про приложение, оно и остается приложением в плане того, что даже вот в банке QR-код, которым мы рассчитываемся в супермаркетах, в магазинах, этим же QR-кодом сканируется QR-код предприятия, куда вход фиксируется, и, в принципе, все. Но как было в мобильном приложении, так и остается, что у банка, что у всех остальных. Есть такие ситуации, не буду раскрывать рыбные места, но есть у нас несколько заведений в городе, в которых на входе установлены QR-коды, что они работают по системе АШИК, но посетители, которые заходят, они не отслеживают. То есть ты проходишь, никто тебе, вот как в аэропорту предлагают тебе, или, значит, и дальше ты не пройдешь, и так далее, и тому подобное. Вообще, как вот за этим можно следить, нельзя следить, кто это контролирует? Это и все на совести, так скажем, предпринимателей. Мы тоже как бы разбирались, были такие случаи, когда они на рецепшене фиксировали это, чекинились. А, ну, допустим, в точках общепита официант подходил, когда заказ принимал, и он и чекинил. Ну, ладно, это другой вопрос. Мне кажется, сейчас уже все восприняли эту программу уже как действенную, и уже стараются чекинить. И все-таки это же гарантия предпринимателя, что он гарантирует посетителю безопасность. Поэтому я считаю, что, и вот, как я ранее сказал, сейчас мониторятся аутсайдеры, то есть менее 20, кто прочекинился за две недели. Дается выгрузка, министерство цифровизации передает нам, мы местным исполнительным органам. Они через мониторинговые группы все это проверяют и уже ищут как раз нарушения в этом плане. Ну, я думаю, сейчас, когда каждый почувствует, что за этим следят, и будут исполнять свои обязанности чекиниться. Мы уже собирали предпринимателей неоднократно, разъясняли все это и обращались к ним, что вы обязаны чекиниться, раз вы пришли в эту программу. Если, допустим, в кафе и в ресторан приходит посетитель, ему предлагают войти по системе АШИК за чекиниться, а он говорит, я не хочу. Вот имеют ли ему право отказать в доступе, или он должен развернуться и уйти, если я не хочу устанавливать это приложение на свой телефон, как мне быть? Ну, здесь два варианта. Во-первых, предприниматель не должен его пропускать без чекина. А второй вариант, ну, нет у него, там не хочет скачивать программу. Ну, всякие обстоятельства. Вот я знаю, что у меня знакомый, у него полная память использована на телефоне, некуда скачивать. Для этого есть система охранника. То есть каждому предпринимателю, который зарегистрировался, дается функция охранника, кто стоит на рецепшене, там их телефоны подключены к системе охранник, который сканирует удостоверение, штрих-код, и также выдается... Ну, получается, разрешение на вход. Цвет, к которому он соответствует. Получается, что если предприниматель, если объект подключился к системе ОШИК, то вход на этот объект только через ОШИК? Совершенно верно. А если у человека вот там не просто желания нет, а возможности нет, очень много это обсуждается, это сейчас в том числе в интернете, кнопочный телефон, нестабильный интернет, что делать? Я же еще раз повторяю, ворачиваемся к... Смотри инструкцию. Да, 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 ворачиваемся к охраннику. То есть два варианта. Сам прочекинился, показал, предъявил свой статус и проходишь. Либо администратор, для кого функция этого охранника дана, он со своего смартфона сканирует удостоверение, то есть ИИН, и на основании этого пропускает. Очень много вот эту систему приложения ОШИК критикуют в социальных сетях, в интернете не только за то, что оно как бы нестабильно работает и так далее, и тому подобное, а за то, что вот эта вот цифровая дифференциация как бы населения, она противоречит конституционным нормам. Что об этом думают в Палате предпринимателей? Оценивали вы с этой точки зрения это приложение? Ну, я, конечно, не юрист, не специалист, но я считаю, мое мнение, что здесь вообще ничего не затрагивается. Вы куда? Заходите в ЦОН. Вы же даете удостоверение, чтобы номерок получить. Вы сосканировали ваш ИИН, дали вам номерок. Принцип этот тот же сам. Здесь никаких данных нет. Но я бы сказал еще, что где-то в соцсети я тоже смотрю, где, когда началось массовое, вот перед тем как раз многие блогеры именно пытались на этом себе, наверное, заработать баллы и вовсю кричали, вот это данные, все. Здесь, я считаю, вообще никаких нет. Я просто хотела тоже прокомментировать по поводу данных. Просто я тоже очень много сообщений видела в социальных сетях о том, что нас всех вот теперь под учет ставят и так далее, и так подобное. Мне кажется, люди, которые имеют мобильные телефоны с выходом в социальные сети, и ИИН очень наивно полагать, что вас до сих пор не посчитали, где-то не зарегистрировали. Совершенно верно. Любая услуга, госуслуга, она уже им зафиксирована. Имеется ли у нас, допустим, в регионе, или, может быть, по Казахстану, случай неправильного применения программы АШИК? Может быть, какие-то жалобы от предпринимателей? Может быть, она как-то недостаточно корректно работает? Ну, я вернусь к тому, что вот после 26-го, когда пошло массовое, были технические сбои, были неполадки, и довольно-таки много. Вот в то время было жалобы, обращений очень много к нам было. Но мы в порядке решали эти вопросы, и техническую часть, и консультировали, и все остальное. Сейчас, я считаю, что уже, ну, не знаю, месяц уже все нормализовалось. Но единичный случай выстреливает. Поэтому вот одно предприятие буквально не мог работать с QR-кодом своим. Мы обратились в техподдержку, они попробовали, он не проходит валидацию, и получилось, что нам понадобилось его деактивировать и заново ввести, чтобы решить этот вопрос. Поэтому вопросы решаются без проблем. Ничего сложного нету. Никакой нагрузки для предпринимателя большой не несет. Но зато видны результаты. Если вот вы спрашивали, когда я пример привел по аэропорту, ну, он у нас только начал. А вот если смотреть уже Астану, Алмату и Караганду, которые с весны уже работают там, пилоти сначала работали, у них это уже сотня выявлено. Поэтому, это мое мнение тоже, опять же, остается, что она дает свой эффект. Вы говорили о том, что в случае, если будут выявлены, что предприниматель не осуществляет регистрацию входа посетителей и так далее, что мало там чекинок и так далее, их будут деактивировать, какие-то более серьезные санкции предусмотрены по этому поводу? Ну, все прописано, опять же, в постановлении, там написано, значит, первый раз предупреждается, второй раз на две недели деактивируется, и третий раз на два месяца. Ну, вы понимаете, так, если он и там не будет, это нужно в следующий раз, тогда просто его исключат, и все. Получается, что сегодня у нас очень много говорят о работе системы приложения Ашик, и в последнее время складывается впечатление, что вот те многострадальные мониторинговые группы, которые активно работали там весной, зимой и так далее, что они как будто бы сейчас вообще никуда не выходят, и предприниматели как бы не проверяют, и все, в общем, на усмотрение их и их совести оставлено. Так ли это, работают ли мониторинговые группы, как вообще эта работа ведется? Ну, видите, допустим, опять возвращаясь к постановлению, там все это опять же прописано. Чтобы исключить, деактивировать их, список подается местным исполнительным органам. Местный исполнительный орган дает задание мониторинговой группе, он идет, проверяет, пишет акт, причину. Почему не этот? Если они нарушают это нахождение в программе Ашик, то они так и пишут, тогда их будут деактивировать. Если они не нарушают где-то какие-то технические, здесь уже будет рассматриваться на уровне ЭБЭК, даже этот список. То есть, МИО может кого-то защитить, либо всех отправить на деактивацию. Вот осенью, зимой мониторинговые группы, когда еще не было приложения Ашик, мониторинговые группы выходили на объекты бизнеса. И очень, ну, нередко, я не скажу, что часто, но бывало, что предприниматели жаловались на работу мониторинговых групп. Сегодня этот вопрос снят? Да, я скажу так, что был прописан алгоритм для мониторинговых групп, что они должны проверять, в том числе и по Ашику. Там есть пять пунктов, которые они проверяют. Это масочный режим, направление деятельности, время работы, чтобы оно соответствовало этому постановлению. И там еще. Ну, а численность? А, этот, да, посетителей количество. Что-то еще. Ну, опять же, там прописан этот алгоритм, приложение есть. И этот. Вот на основании остальное, это все в соответствии с санитарным нормам. Они могут проверять тоже параллельно. Но здесь есть своя ответственность, там есть своя ответственность. То есть, там уже принимают органы СЭК, опять же, эти нормы. Учитывая, что мы вот с этой недели вернулись опять в зеленую зону, да, было заседание, получается, штаба оперативного, да, восстановление новое. Сегодня объекты бизнеса, ну, особенно, конечно, та сфера, которая очень долго стояла закрытая, ну, развлекательная, объекты общественного питания. Насколько они, ну, комфортно, я не знаю, логично ли будет спрашивать про комфорт, насколько они нормально работают? Ну, видите, загрузка, все в загрузке, правильно? Если рассчитан, допустим, мой ресторан на 100 человек, а они могут принимать только 50%, то, пожалуйста, я бы еще сказал, весной, когда были вот эти ограничения до АШК, они работали там до 8 часов, до 10. Это тоже им как бы отпугивало посетителей, правильно? Если после работы пришел, 7-8 часов, чтобы посидеть там, а тут 10 часов уже надо, через 2 часа уже уходить. Поэтому многие тоже, они потеряли этих клиентов. А сейчас уже, в принципе, если даже без АШК брать, они работают до 12, выходные работают. В принципе, единственное, что только ограничения. А в АШК уже больше у них возможностей и по посетителям, и так далее. И по времени, да? Да, и по времени. Поэтому, да, где-то еще идет ограничение, но АШК дает дополнительное. Я упустил, не сказал сразу, что там еще есть для лидеров вот эта градация. Если красный, они будут работать по желтой, а если желтый, по зеленой. То есть, это еще один плюс к численности и к время. У нас, если говорить по отраслям, так скажем, для бизнеса, больше всего к АШК подключены кто? Наверное, как и рестораны? Да, общий ПИД, большее количество. Сейчас очень много идет добровольцев. То есть, вот, госорганы идут. Допустим, школы, детские сады пошли тоже в этот АШК. Предприятия пошли. Даже своих работников и посетителей Чикини. Госорганы пошли, уже Акиматы. Даже Акимат города Кустаная уже тоже зашел в эту программу. Поэтому, в принципе, она не ограничена. Если нас кто-то посмотрел и решил, что, допустим, нашему предприятию, ну, нашему предприятию, допустим, нужно вступить, вот, подать заявление, чтобы стать участниками вот этой программы АШК. Куда идти, что делать? Ну, во-первых, вы должны прочитать постановление. Там все грамотно расписано. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, можете звонить. В соцсетях телефоны с самого начала, когда работы, в каждой области определили по одному. От палаты предпринимателей и санэпидемстанции. От палаты я зафиксирован, мои телефоны. От КСЭК зафиксирован, не читала Владимира Семеновича. Вот мы вдвоем. Но на мне оно не ограничивается. У нас другие сотрудники консультацию дают и вводят. А то, что вы, вот про добровольцев я начал говорить, добровольцы, это те, которые не пользуются, у них нет никаких преференций, ничего, но они ограждают себя тоже от входа зараженных, ну, в смысле, инфицированных людей. Мы сами, вот, мы в этом перечне не состоим. Мы тоже себе сделали АШК, вступили туда же. И получилось у нас, вы знаете, есть на первом этаже ЦОП. Мы уже один посетитель желтый. Уже это было зафиксировано. Мы отказали ему в оказании услуг и направили материалы в этот КСЭК. Спасибо большое. Спасибо, что пришли, отвечали на вопросы, на такую важную тему, которая очень много разговоров вокруг себя создала. Напомню телезрителям, что с нами в студии был Геннадий Александрович Кукоба, заместитель директора по экономическим вопросам Палаты предпринимателей Кустанайской области. Вас, дорогие телезрители, я жду экранов ровно через неделю. Следующее воскресенье. До встречи и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова